За первое полугодие 2013-го специалистами налоговой инспекции Московского района областного центра более 600 субъектам хозяйствования были высланы уведомления о снижении выручки и поступлении налогов. Как результат, в бюджет добровольно дочислено порядка 500 миллионов рублей. 57 проведенных мониторингов, в ходе которых также были выявлены нарушения и высланы уведомления, принесли пополнение в казну более 142 миллионов рублей. Мониторинг может проводиться непосредственно на объекте субъекта хозяйственной, так называемый визуальный мониторинг, или осуществляться аналитически. По имеющейся информации, статистическим данным, сведениям налоговой отчетности, при визуальном мониторинге присутствие сотрудников контролирующих и надзорных органов носит открытый характер. Именно поэтому от проверок мониторинг существенно отличается тем, что контролирующие органы не вправе истребовать какие-либо документы и объяснения. Мониторинг является одной из самых распространенных форм контрольной деятельности в странах Евросоюза. Данная форма контроля основывается на таком распространенном понятии, как кредит доверия в бизнес-сообществе. Направлен он в первую очередь на профилактику правонарушений. Как правило, при визуальном мониторинге выручка в объектах реализации существенно возрастает. Если в его ходе выявляются нарушения, контролирующий орган, не применяя штрафные санкции, дает субъекту хозяйственным письменные рекомендации по их устранению и ожидает, что в дальнейшем субъект будет руководствоваться своей деятельностью принципом законности. Но если рекомендации налогового инспектора не учтены и будет повторно выявлено аналогичное нарушение, то положение о мониторинге позволяет сразу применить административные санкции в отношении такого субъекта. Увернуться никто не сможет, поскольку вручаются они заказным письмом под роспись. Такая форма контроля дает возможность субъектам хозяйствования исправить нарушения и не нести бремя ответственности в виде санкции. В этом и заключается доверие государства, допускающего, что субъект предпринимательской деятельности имеет право на ошибку, даже влекущую за собой применение мер ответственности, но дает возможность исправить ее добровольно, без применения санкций.